Меня зовут Джендри Ундервуд. Я создатель Mailbox. Mailbox – это мобильное приложение, которое позволяет радикально изменить интерфейс электронной почты. Мы постарались сделать e-mail максимально простым и удобным в использовании. Mailbox – это вторая версия продукта, который мы разрабатываем. Первый проект назывался «Оргистра». Мы с моим ко-фаундером основали компанию, чтобы решить такую проблему. Мы считали, что почти все пользуются электронной почтой как сложным и неприятным списком дел. Письма приходят, и с ними надо что-то делать. Первой нашей попыткой решить проблему стал удобный органайзер с публикативной функцией. Но даже самые активные пользователи оркестра все равно пользовались электронной почтой, полной всякого шума. И когда мы попытались разобраться, как же улучшить наш продукт, мы поняли, что допустили большую ошибку, пытаясь заменить e-mail. Люди не могут перестать пользоваться почтой, как бы они этого не хотели. Просто потому, что почтой пользуются уже все. Мы поняли, что настоящим решением проблемы стало бы создание удобного интерфейса для пользования почтой, а не попытка ее заменить. Электронная почта – одна из тех технологий, которыми пользуются абсолютно все. Я не выбирал e-mail протокол, потому что он самый удобный, и никто не выбирал. История e-mail началась много-много лет назад. Этому протоколу уже 40 лет, он ровесник интернета. Проблема с такими технологиями в том, что ими пользуются вместе, коллективно. И я думаю, что пройдет очень много времени, прежде чем люди перестанут пользоваться электронной почтой. Думаю, что папку с входящими письмами мы будем проверять еще довольно долго. Мне кажется, чтобы начать успешный бизнес, самое главное – найти проблему, которая мешает жить лично тебе, решив которую ты сделаешь мир лучше. Проблему, с которой ты часто сталкивался, для которой у тебя может быть решение. А дальше надо понять, проанализировать эту проблему как можно тщательнее, и итерировать, и итерировать, и итерировать. Пробовать новые способы, искать решения, которые лучше всего подходят к проблеме. Когда создаешь новый продукт с нуля, можно не сомневаться, что идеально ничего не получится, ни один модуль. Так что совершенно необходимо начинать итерировать как можно раньше, проверять идею на людях как можно скорее. Небольшой группы тестеров вполне достаточно, чтобы оценить прототип и проверить какие-то ранние идеи. А когда продукт начинает оформляться во что-то более или менее законченное, тогда можно подумать о том, чтобы представить его более широкой аудитории. План Б на сайте rbk.ru